приветствую всех очень рада вас видеть на своем канале сегодня я хочу сделать такой достаточно странный расклад по крайней мере не видела у коллег чтобы делали такой расклад да хотя в принципе многие из моих раскладов как правило на других каналах не делаются расклад называется старость не в радость и сегодня мы посмотрим чего именно мы боимся расклад очень такой немножко провокационный и неприятный неприятный потому что мы все хотим быть молодыми здоровыми энергичными да и чем больше проходит времени время и приближается старость старость ощущается всегда достаточно неприятно и это связано с теми установками которые у нас есть у большинства из нас поскольку мы живем в системе есть эта установка что старость это вот как наше название не в радость эта старость всегда ассоциируется с болезнями с дряблостью кожи с кучей болезней и так далее так далее то есть все установки они негативные хотя все абсолютно встречали в своей жизни исключение из правил когда люди именно в старости да не в пожилом возрасте не в престарелом а а именно старые люди которым за 80 до за 90 даже вот есть примеры такие когда люди ведут здоровый образ жизни многие из них участвует даже в марафонах ну то есть примеров предостаточно того что старость по сути как ее выберешь такой она и будет поэтому расклад может быть для кого-то неприятные делаю поэтому на одну позицию да вообще просто хочу посмотреть кое-какие вопросы не знаю насколько вам слышно музыку который я поставила сегодня в честь такого расклада да я его записываю вечером кто разбирается в музыке если вам слышно это армянский дудук инструмент который всегда цепляет за душу я не знаю кто придумал его кто его создал но вот когда слышишь эти звуки они всегда такое ощущение что вот душа душа плачет душа плачет я наверное вам чуть-чуть поставлю так погромче просто для расклада мне будет мешать вот но потом я снова отрегулировал так для настройки я просто хотела но что вы послушали звук для тех кто не в курсе очень прям такой всегда наводят такие знаете стихи лермонтова у меня ассоциируется почему-то с дудуком тоже такие немножко меланхоличные и вот действительно прям вот цепляют за душу ладно можете потом в интернете забить послушать кому интересно а мы с вами значит приступаем к раскладу по громче сделал чтоб я слышал вот так и так у нас будет всего пять вопросов вот и мы смотрим смотрим так смотрим что значит для вас старость почему улыбаясь в надежде на то что не покажет ничего субъективного а именно объективную информацию хочу потому что все таки у меня старость не ассоциируется ни с чем негативным в любом случае смотрим что значит для вас старость тройка сосудов старость такое знаете состояние ассоциирующее безусловно со страхом и с чувствами как знаете вот можно ли это избежать да то есть это вот как будто бы какие-то преграды на нашем пути которые хотелось бы избежать и бригады которые вот не дают дальше развиваться но здесь однозначно речь идет о о страхах причем страхи именно по тузу мечей страхи в сознании на то есть какие-то мысли очень холодные и эти эти холодные мысли они пугают возможно они на что-то указывают возможно что-то вскрывают какая-то такая знаете холодная правда неприятная колющая режущая но при этом неизбежная что еще значит для вас старость старость она как будто бы связано с каким-то неизбежным выбором выбором в контексте чего скорее всего в контексте принятия да то есть как принять как принять это либо выбор как стать более ну здесь не идет принятие да хотелось бы сказать про гармонию да и вот внутреннюю наполненность но здесь здесь как будто вы знаете нету сожаления но вот есть такая какое-то одиночество веет одиночество и холодность неприятные какие-то такие ощущения сложность принятия ладно давайте посмотрим чего вы боитесь чего вы боитесь своей старость нас такой вопрос чего вы боитесь завершения непосредственно самого перехода боитесь того что жизнь завершается и чего еще знаете что придет такой момент когда нужно будет оглянуться назад возможно что-то проанализировать что-то вспомнить про упущенные какие-то возможности а для кого-то вот именно старость это неизбежность то есть когда человек как-то знаете думает а как-то о своем будущем сейчас это слышится немножечко парадоксально да то есть как в старости думать о будущем я имею под словом будущем я имею ввиду контекст следующего воплощения то есть именно вот эта вот мысль подготовка к переходу то есть для кого здесь старость как страх появляется только для тех людей которые не верят перевоплощению которые имеют понятие того что жизнь она ну вот как будто бы знаете ограничено в рамках что душа она не бесконечно то есть вот есть вот это вот ощущение что есть на мне там отведено 80 там я не знаю 90 лет и такое чувство что вот потом все кончается да то есть нету будущего нету перерождение нету понимания того что старость она как правило дается людям для того чтобы они подготовили своей жизни очень плавный и верный переход к следующему воплощению сейчас у кого-то может быть взрыв мозга то есть как подготовиться к следующему воплощению что нужно сделать это наверное тема будет следующего расклада на жизнь вот именно а старости она как раз таки дается для очень плавного перехода в данном случае да если здесь просто почему я сказала про смерть когда речь идет про старость ну то есть старость это много лет это не не один-два года просто аркан мира указывает на завершение да то есть на завершение на единение объединение нашей души с нашим высшим я то есть именно вот этот вот перехода когда мы переходим на более высокий уровень да то есть развоплощаемся в теле вот и душа дальше движется и вот здесь вот вот именно боитесь старости невозможности здесь какая-то может быть еще и скованность ограничение в движении то есть кто-то может даже и бояться того что не будет возможности самостоятельно как-то передвигаться то есть я не знаю там может быть параличи может быть я не знаю что может быть в старости что будет ограничивать движение я не имею ввиду скорость я имею ввиду вообще человек, я не знаю, может быть, в инвалидное кресло сядет, либо что-то. То есть здесь какие-то такие страхи, которые останавливают человека, которые не дают ему дальше жить. Вот с чем здесь еще связано? Что будут какие-то внешние, то есть здесь присутствуют какие-то внешние факторы, с которыми, возможно, вы столкнетесь, и это будет вас ограничивать. Что за внешние факторы, чего вы здесь боитесь? Ну вот аркан дурака, да, впрямую нам показывает о старческом маразме, да, то есть, возможно, человек боится утратить свое сознание, то есть стать реально глупцом, дураком, потерять свое сознание. Для кого-то ограничение здесь в передвижении, да, то есть невозможность передвигаться. То есть слабость непосредственно в теле, слабость непосредственно в голове. Вот, если эти страхи присутствуют, значит, уже заранее, сейчас, да, можно себя как-то подготавливать. То есть если мы говорим про тело, да, то есть заниматься, заниматься своим телом, да, заниматься как-то, оздоравливать себя, вот, чтобы встретить старость в прекрасном теле, да, в здоровом теле, и такое тоже может быть и в подтянутом. И то же самое работать со своим сознанием, вот, именно по шуту, чтобы не наступила деменция, и, там, алтгеймер, либо еще какие-то болезни, да, то есть работать очень активно головой, разрабатывать свою память, читать много разной, абсолютно разной литературы, стараться запоминать. Ну, то есть вот уже, уже сейчас, неважно, сколько вам там лет, там, 40-50, вот эта вот подготовка к старости, да, это не говорит о том, что я вот прям ориентирована на то, что хочу приблизить свою жизнь старость. Нет, но, как говорится, заранее подготавливаться, к тому, что и этот этап в нашей жизни, он придет. И чтобы не было вот этого вот сожаления о том, что, с одной стороны, за какие-то вещи, которые я, не знаю, в силу своей молодости, в силу каких-то страхов, ограничений, что-то не сделал, уже начать сделать сейчас. То есть вот именно задуматься, этот расклад, он как раз-таки не для того, чтобы кого-то там что-то напугать, либо ввести в какое-то состояние грусти и отчаяния безысходности, а именно в тот момент, в то состояние, на подумать, да, что я уже сейчас могу сделать, чтобы потом там в старости не было у меня вот этого чувства, что я вот это не успел, вот это не успел кому-то сказать, не успел куда-то поехать, там, не знаю, не успела с кем-то встретиться, не успела что-то изучить, что-то сделать. То есть вот такие вот мысли, да, точно так же, как был расклад про смерть, они мотивируют на самом деле, то есть не надо пугаться, надо наоборот так здраво, адекватно относиться к тому, что, знаете, как реальная мотивация, да, что пока сейчас я молод, я могу это сделать. И эти мысли, они очень хорошо помогают, особенно когда вы боитесь что-то начать, боитесь куда-то пойти, боитесь, не знаю, вот этот вот страх, который вас сковывает. Вот действительно реально стоит задуматься о том, что, и представить себя, что если я буду находиться вот именно в таком состоянии своей старости, чего вы здесь боитесь, у каждого здесь что-то свое будет, задуматься реально, вот представить, перенестись в это состояние и задуматься, о чем бы я тогда сожалел, что я еще не сделал, что я упустил, да, и потом вернуться в настоящее время и это сделать. Но обязательно это сделать, не просто подумать и сказать, а хорошо, что я еще молодая, а вот именно сделать. А как вам быть, как вам быть в будущем с вашей старостью? Ну вот двойка мечей, она как раз-таки говорит с одной стороны про примирение, а с другой стороны она говорит о концентрации, о фокусировке, вот именно на движении, да. Во-первых, рыцарь жезлов всегда говорит о позитиве, это вообще мая жезлов, она у нас достаточно позитивная, а рыцарь, он всегда говорит о движении, о позитиве, решительности. Очень много шуток, веселья, человек, который верит в самый лучший исход каждой ситуации, присутствует здесь решительность. Правда, не такая, как у короля, но вот именно готовность в движении, да. Возможно, здесь вот можно будет немножечко сконцентрироваться на некой такой цикличности, повторности ситуации в вашей жизни по рыцарю жезлов, которые влияют вот как-то, знаете, некая такая импульсивность, когда вы загораетесь чем-то, да, начинаете что-то делать, а потом через какое-то время, ну, как-то сдуваетесь и охлаждаете. А остываете. Вот здесь, возможно, стоит подумать и сфокусироваться на этих моментах, да, то есть что мешает вам как-то дальше двигаться в каких-то делах, которые присутствуют сейчас, на данный момент в вашей жизни. Как еще вам быть старостью? Уже сейчас, да, то есть здесь такое ощущение, как некую такую подготовку, подсказку на подготовку, нам говорят. Уже сейчас необходимо разрушить какие-то свои сценарии, вот Семерка Педагли, он краски говорит про подготовку, да, подготовиться и разрушить уже сейчас какие-то сценарии, именно и убеждения. По поводу старых людей, вот то, что я говорила в самом начале нашего расклада, да, вот что значит старость для каждого. Ну, прям, знаете, рекомендовано взять бумажку с ручкой и написать все свои убеждения, что старость – это вот это, там, старость – это болезнь, это беспомощность, это, там, я не знаю, еще что-то. Вот это вот все написать. Почему? Потому что вот все, что вы выпишите на бумажку, все эти убеждения, это, по сути, ваше программирование вашей старости. И если то, что вы написали, вам это не нравится и вы хотите это избежать, то уже сейчас стоит по органу башни разрушать. Разрушать вот эти вот семена, которые вы сеете. Семена в данном случае в контексте убеждения. Прекращайте оглядываться на своих родителей, либо там бабушек, дедушек в контексте их старости. Почему? Потому что вот эти вот программы, они все-таки передаются. Передаются, как это, ну, из поколения в поколение, да, потому что есть вот какая-то установка, потому что мы все равно от родителей своих получаем, что вот в старости будет так, либо так. То есть сейчас, сейчас уже на данный момент, да, отвечая на вопрос, как вам быть со старостью, говорится о том, что уже сейчас надо задумываться. Еще раз скажу, неважно, пускай вам будет там 30 лет, либо 35, и казалось бы, старость далеко. Уже сейчас нужно ставить правильные, верные установки и представлять свою старость так, как вы хотели бы. Там, я не знаю, путешествовать, быть в здравии, там, я не знаю, изучать языки, читать литературу какую-то. Не знаю, как вы представляете для себя старость. И если есть какие-то реакции в вашем теле, что нет, там, я не знаю, кто-то может представить изобильную какую-то старость, да. А у кого-то, возможно, есть установки на одиночество, что вот, я не знаю, мои родители, к примеру, там, умерли в старости, в одиночестве, да, за ними никто не смотрел, либо там в доме престарелых, и вот у меня тоже есть такой страх. Вот это вот, если, особенно если появляются страхи, то это вот, по сути, установки. Вот это вот все нужно уже сейчас менять, да, через позитивное мышление, через то, что вы будете постоянно фокусироваться, то есть думать о том, какую старость вы хотели бы иметь, вот идеальную, и держать в голове постоянно вот именно такие мысли. Здесь про это. Как вам принять, как вам принять старость? Паш Кубков, знаете, хочется сказать, принять как маленький ребенок, да, то есть с неким таким интересом, что это еще один этап вашей жизни. Как я могу, причем Паш Кубков, это всегда про какие-то новые идеи, да, про рождение каких-то идей на уровне эмоций, да, вдохновения. Возможно, опять же-таки, фокусироваться на то, что моя старость, она будет посвящена, там, я знаю, творчеству. У меня будет время, я смогу писать там что-то, да, я не знаю, какие-нибудь мемуары, стихи, поэмы, прозу, что угодно, да, либо, я не знаю, в старости я буду рисовать, либо в старости, возможно, у меня откроется какой-то дар там, ясновидение, либо еще что-то. То есть что-то, что связано именно с творчеством. Как еще вам принять вашу старость? Через прямолинейность, да, то есть король огня здесь в данном случае говорит про храбрость и прямолинейность. То есть быть честным самим собой, не обманываться, да. То есть если есть, опять же, такие какие-то страхи, то с ними стоит уже заранее сейчас поработать. Не надо бояться. Не надо бояться, почему? Потому что на это повлиять никто из нас не сможет, да, старость, она так или иначе придет, но в наших руках именно сделать осознанный выбор, какую старость я хотела бы иметь. Еще как принять? Вот я сказала про страхи, да, и вот появилась луна. Поработать, поработать со страхом. Что значит страх? Страх, как правило, который особенно нас сковывает, да, когда мы думаем о чем-то. Он связан, страх это луна. Что значит луна? Обратная сторона света, да, то есть это то, что нам не видно, это то, что нам непонятно. И как следствие, это отсутствие знания, это отсутствие информации. Когда у нас есть информация о чем-либо, да, у нас нету страха. Почему? Потому что мы знаем, как себя вести. Мы знаем, что нам предпринять. Здесь, безусловно, есть такое ощущение, да, что, да, я не знаю, какая у меня будет страха, да, и я не знаю, что меня ожидает. Но вот именно проливание вот этого света, именно проливание информации о том, а что конкретно. То есть у каждого человека есть свои какие-то конкретные страхи. И вот с этими страхами конкретными, то есть это не страх неизвестный. Вообще говорится о том, что страха неизвестности не существует. Мы не можем бояться того, чего мы не знаем. Мы всегда боимся чего-то конкретного. То есть то, что у нас уже в нашей жизни было, не обязательно как наш опыт. Это может быть как информация. Но это то, что мы уже знаем. Поэтому, когда мы говорим о страх неизвестности, если копнуть глубже, за ним всегда скрывается что-то конкретное. И вот с этим конкретным, да, здесь в данном случае по Луне, стоит поработать уже сейчас. Видите, прямо под башней, да, у нас упала Луна, как внешние преграды, да, то есть по выбору, что, какой выбор нам нужно совершить, да, чего мы тут боимся. Мы боимся каких-то внешних, внешнее какое-то влияние. Ну, в данном случае это может быть время. Это, может быть, какие-то внешние факторы, на которые мы повлиять не можем. И, безусловно, что нам нужно здесь сделать? Нам нужно разрушить, да, вот это вот состояние неведения, состояние какого-то ожидания чего-то негативного, да. Как еще мы можем принять аркан умеренности, да, нам про это как раз таки говорят, через примирение, через смирение. Что значит смирение? Это когда в вашей душе есть мир. Когда есть мир в душе, спокойствие, да, когда мы принимаем что-то, да, мы ощущаем внутри себя мир. Откуда? Потому что есть согласие. Вот в этом аркане, да, мы видим, ну, условно говоря, двуликоваяна, да, то есть два лица. Одно лицо смотрит на духовное, другое лицо смотрит на материальное. То есть то, что говорит нам сердце, и то, что говорит нам наш разум. Как правило, дуальность и вот это вот два мнения, так же, как и в двойке мечей, да, бесконечное наше сомнение. Оно не дает нам успокоения. И вот примирение в данном случае, оно говорит о том, что когда есть мир между тем, что мы чувствуем, да, и тем, что мы знаем в голове, то есть когда голова понимает и сердце соглашается, да, либо, наоборот, когда сердце что-то чувствует, а в голове спокойно, то есть нету каких-то, я не знаю, волнений, переживаний, то есть нет каких-то мыслей, которые будут вызывать вот именно негативное состояние. То есть здесь для того, чтобы смириться, но опять же таки не в негативном ключе, да, то есть здесь не про то, чтобы сдаться, а про то, чтобы вот старость, которая придет, чтобы она была в радость, чтобы она была как-то в удовольствие. Для этого, да, надо как раз-таки сейчас нашу голову и подготавливать вот именно к этому состоянию. И тогда, когда мы будем знать, что окей, ну да, есть вещи, которые неизбежны, это вот конец, это смерть, но до этого момента это не значит, что вот я уже там через несколько лет должна поднять свои лапки и сказать, что все, ну там уже старость, уже смысла нет, интереса нет, вот, и жду, уже доживаю свой век. Это неправильная позиция. То есть если, как говорится, в душе каждого человека, когда он рождается, да, то есть все просчитано, как говорят на Востоке, до последнего вздоха и выдоха. То есть столько отмерено каждому человеку, то есть не по годам и по дням, и по часам, а именно по вдохам и выдохам, то есть до последнего вдоха, да, мы говорим на издыхание, то есть последний выдох. Поэтому мы не можем знать, когда придет вот именно момент нашего перехода. Но до этого момента мы должны жить полной жизнью. На что вам нужно обратить, последний вопрос, на что вам нужно обратить внимание уже сейчас? Ну вот, семерка мечей. На всевозможные хитрости, хитрости и самообманы. В чем мы себя обманываем? А в Тузе Жезлов. Для кого-то эти самообманы, они будут непосредственно связаны с жизнью, именно с энергией, наполненностью. Насколько вот то, что я сказала, насколько я использую каждый шанс, насколько я использую каждую возможность, которая мне дается, насколько я их реализую. А для кого-то непосредственно может быть именно вот ощущение полноты, полноты жизни. Еще какие здесь самообманы могут быть? Ну вот по аркану императора и говорится как раз-таки про ответственность. То есть когда мы не хотим брать соответственность за свою жизнь. Недавно у меня был такой расклад, да, вот, и как обычно такие глубокие расклады про там ответственность за свою жизнь, да, люди не смотрят, ну, потому что они не совсем масс-марки, да, продающиеся. Но при этом, если посмотреть на большее количество людей, то мало кто берет ответственность за свою жизнь. Или, да, нам кажется, что ну как же, я же там, не знаю, на работу хожу, счета плачу, там детей воспитываю, я разве не ответственной? Я не имею в виду ответственность социальную. Я имею в виду ответственность, когда я говорю ответственность за свою жизнь. Я имею в виду ответственность именно за тот выбор, который мы делаем в своей жизни. Да, то есть мало кто действительно несет ответственность и осознанно делает выбор. Как правило, стечение обстоятельств, да, либо внешние какие-то факторы на нас влияют. Но вот так, чтобы сесть и осознанно делать выбор того, что мы говорим, с кем мы встречаемся, что мы изучаем. Такой взрослый подход, очень мало кто его делает. И здесь как раз на что нужно обратить внимание? На эту взрослую позицию, потому что все-таки присутствует семерка мечей, присутствует некий такой обман. Причем обман самого себя. Иногда не делаем, вот то, что я говорила, не делаем какие-то начинания, потому что есть страх. Страх, да, осуждение, страх непризнания, разные всевозможные страхи, которые нас сковывают. И тем самым мы лишаем себя от успеха, от того, что мы хотели бы иметь в своей жизни. То есть, по сути, если бы не было страха в нашей жизни, мы бы многие достигли и имели то, что мы хотим. Страх нас сковывает. Страх это, с одной стороны, остановка, а с другой стороны, это прекрасный тренажер. Только те, кто преодолевают именно страх того, чего мы боимся, начиная от малого страха до каких-то фобий в своей жизни, именно те люди, которые рискуют и преодолевают свой страх, они и становятся успешными. И если посмотреть вокруг, то таких людей не так-то и много. То есть, как правило, в нашем окружении те, кто достигают успеха, это не обязательно самые образованные люди, не обязательно самые умные, а просто это те люди, которые в некоторой степени, может быть, в чем-то бесшабашные люди, которые не боятся рисковать. То есть, ключевое слово не риск, а ключевое слово отсутствие страха. То есть, уверенные в себе. И это, как правило, не всегда самые умные люди. На что еще вам нужно обратить внимание? Ну вот на свою жизнь, да, по рыцарю Педакли, правильно, то есть, задуматься уже сейчас, правильно ли я живу. В контексте правильности у каждого своя норма и мораль правильности, верности. Но здесь нужно ориентироваться как раз-таки на то, что вы делаете в своей каждодневной жизни. То есть, шаг за шагом, туда ли я иду, это ли я хочу. То есть, ту ли жизнь я проживаю, но не в общей такой концепции жизни, а именно в каждодневной бытовой жизни. То есть, могу ли я заземлять, материализовывать все свои какие-то идеи, могу ли я их воплощать, делаю ли я все необходимое, именно от меня зависящее, да, по императору, для того, чтобы жить полной жизнью. На что еще нужно вам обратить внимание? Ну, на аркан справедливости, что, по сути, мы все имеем то, что мы заслужили. И нам иногда может касаться, я бы даже, знаете, сказала не то, что мы заслужили только, а то, о чем мы думаем. Вот то, что мы думаем, да, краски, вот под семерку мечей попадает немножко этот аркан, так он встал. То, о чем мы думаем, то и мы и реализуем. Потому что большинство наших мыслей, они неосознанные, и поэтому они на автомате и реализовываются. И когда, иногда в комментариях я читаю о том, что, а разве этого я хотела? Если действительно быть максимально честным и открытым с собой, то, как правило, мы все имеем вторичные выгоды по семерке мечей. И вот эти вот вторичные выгоды являются как раз-таки тем навигатором нашим по жизни. То есть, допустим, если кто-то не, не знаю, не складывается, например, личная жизнь, да, и кажется, вот, начинаем сетовать, да, что вот что-то во внешнем мире мне не дают, я не могу встретить этого человека, то, если быть максимально откровенной и честной, и посмотреть вот себе, в своей душе, очень глубоко копнуть, и посмотреть, а почему действительно у меня не складывается личная жизнь, то каждый сможет ответить на этот вопрос себе и сказать, что да, на самом деле я и не хочу этой личной жизни. И причины у каждого могут быть свои. Особенно если, например, когда кто-то сетует на то, что, ну, вот у меня не тот партнер, которого бы я хотела, да, то есть мне кажется, что я достойна другого. И вот опять же-таки вопрос честности с самим собой. Если задаться вопросом, что окей, что кого ты хочешь, и начинается описание самого идеального партнера, и вот в этот момент, когда мы его рисуем, либо это идеальная работа, неважно, это может быть что угодно идеальное, если прислушаться к себе и сравнить, вот ты, насколько сейчас, на данный момент вписываешься вот в этот идеал, то вы можете столкнуться с тем, что, а действительно, ведь я и не подхожу вот этому человеку идеальному, ну, то есть если бы я была на месте этого идеального человека, я бы себе не выбрала. Почему? Потому что вот есть вот эти вот эти несовершенства, и вот я только, если их исправить, если их усовершенствовать, то тогда я буду подходить, тогда я буду ровнее этому партнеру. Точно так же с идеальной работой. Вот какую идеальную работу вы себе представляете, там, не знаю, там, с заработком, в энную сумму, которая вам нужна. А теперь представьте, вот вы работаете на этой работе, вы получаете ту энную сумму, насколько вам комфортно. Вот если быть максимально честным, многие, вот именно прислушаться не от головы, а от сердца сказать, многие почувствуют, что да, я недостойна, не заслуживаю, недостойна в контексте, что я не доросла еще вот до этих энергий вот этой суммы, либо до этого места. Потому что, ну, не знаю, возможно, на этом месте с такой зарплатой будет больше ответственности, да, а я не готова нести ответственность. Возможно, на этой работе будет необходимо, там, общаться как-то с другими людьми, решать какие-то неудовлетворения от клиентов, да, какие-то их капризы. И вот если действительно представить себя на этом месте, сможете ли вы решать такие сложные моменты именно в коммуникации с людьми, можете ли вы их успокаивать, можете ли вы, там, я не знаю, выходить из каких-то кризисных ситуаций, то вы поймете, что нет-нет, мне это не нужно, мне легче, вот проще быть, там, я не знаю, на вторых ролях, где-нибудь в услужении, да, потому что это меньше ответственности. И мне так проще. И тогда каждый из нас поймет, что действительно мы все имеем то, что заслуживаем в данном случае, как раз-таки, вот именно по ощущениям, по энергиям. Вы можете это проверить на себе, только нужно быть максимально честным. То есть мне все равно, а вам нужно быть честным с собой, не надо себя обманывать, потому что очень часто есть, присутствует самым вам. Ум находит такие уловки, что, я не знаю, просто я когда сталкиваюсь на личных консультациях, я это вижу. Мне хочется показать человеку, но я понимаю, что слова мои могут ранить, а это неприятно, и, как правило, люди закрываются и уходят. То есть мне достаточно, как бы так сказать, ответственны за свою жизнь, говоря о том, что, да, я приму эту боль, но после того, как я это все увижу, я готова буду что-то менять в своей жизни для того, чтобы действительно улучшить свою жизнь. Таких решительных, где у нас здесь рыцарь Жезл был, таких решительных людей не так много. И поэтому каждый из нас имеет то, что имеет. Так, ну на этой доте мы остановимся, потому что, в принципе, вопросов больше нет, и расклад не хотела делать большой, потому что, ну, не всем он принятен, приятен, да, не все готовы принять, просто, я не знаю, будут еще последние три аркана, посмотрим, что нам скажут. Пятерка сосудов как раз-таки говорит о том, что путь, который вы проходите, да, прям даже здесь у самого аркана, да, нарисован, то есть человек взял меч и рубит здесь порубленное тело, и снята маска, то есть человек, который осознает, что на своем, прямо рядом с императором лег, что на своем пути он проходит определенные тесты, и эти тесты, они болезненные, прям император и семерка мечей, да, выполнено это. Что нам нужно делать с этими болезненными моментами? Вот восьмерка педаклей говорит о том, что как раз-таки необходимо работать, причем, знаете, не просто работать, рядом с рыцарем педаклей выпало, а работать на каждодневной основе, здесь нужно работать на каждодневной основе с самим собой, в быту, в каких-то мелочах, и при этом не просто работать, а получать от этого удовольствие для того, чтобы, когда наступит уже старость, и будет ощущение невозможности, либо отсутствие тех возможностей, которые присутствуют в молодости, чтобы не было каких-то сожалений и огорчений. Поэтому именно сейчас, невзирая на те трудности, сложности, на те проверки, которые встречаются на вашей жизни, да, мы работаем с собой. Мы работаем над собой, вот здесь вот прям, знаете, как красиво завершается наш расклад, десятка сосудов, десятка сосудов в этой, это дополнительная масть, да, я уже неоднократно говорила, пятая масть в этой колоде, алхимические сосуды, говорит о том, что человек приходит, да, именно гармонии, гармонии с самим собой, да, то есть когда идет соединение мужского и женского, активного и пассивного, именно сердца и головы, то есть когда мы, невзирая на какие-то трудности, сложности проверки нашей жизни, если мы их принимаем уже сейчас, вот пока мы молоды, да, условно говоря, и начинаем работать над какими-то моментами, которые нас не удовлетворяют, но делаем мы это с любовью, то мы приходим как раз к этому состоянию гармонии, да, наполненности эмоциональной, и к старости приходим именно к состоянию, когда в наших руках появляются ключи, ключи от жизни, и мы начинаем понимать, почему у нас это произошло, почему то, чему мы научились, то есть по сути мы наполняемся мудростью. Здесь сделаю небольшую такую ремарку, мне недавно мой тренер сказал такую очень интересную вещь о том, что речь пошла, заговорились о том, что ходишь в тренажерный зал, да, для того, что там, я не знаю, страдать, как-то вот мучиться, потому что, ну, сложно, сложно работать с весами, да, это тяжело, это действительно работа. На что была такая очень замечательная фраза, которая сказала, в зал надо ходить с любовью, ты должна любить то, что ты делаешь. Если ты ходишь в зал как страдание, как мучение, как преодоление себя, с таким отношением ты никогда не получишь результата, потому что создание своего тела, это многогодовой период, это не за один год ты выстраиваешь свое красивое, подтянутое спортивное тело, это действительно каждодневный труд над собой, преодоление и усмирение, как в питании, да, так и большая активность и работа со своим телом. И вот если взять вот эту вот мысль, да, в общем, как идея, и посмотреть, как мы относимся ко всему, относимся ли мы ко всему как страдание, да, что вот это вот проблема, да, что это вот прям нету денег, это проблема, это сложность. Вот там, я не знаю, хожу на работу, потому что вынужден, жду, когда будет выходные, чтобы отдохнуть, и я ненавижу эту работу, то по сути вся наша жизнь, поскольку она создана из этих мелочей, она будет наполнена вот этим негативом. Если ко всему относиться с любовью, да, то есть я хожу в спортзал, потому что я люблю свое тело, потому что я люблю свою жизнь, да, потому что мне нравится то, что я делаю, мне нравятся вот эти трансформации, которые происходят в моей жизни, тогда каждая тренировка, она будет наполнена любовью, а поскольку очень много тренировок в неделю и в месяца и в годах, да, то получается, что твоя жизнь наполнена любовью. Точно так же и работаю. Если мы выполняем работу с любовью, а мы очень много работаем, то получается, что наша жизнь наполнена любовью. Если мы общаемся с любовью, а общаемся мы очень много, то получается, что в нашей жизни много общения, а это равно много любви. Вот с таким подходом, да, мы как раз таки завершаем наш расклад по десятке сосудов. Это и будет ключ, решение к тому, как встретить старость именно в радость. На этом завершаем. Я не знаю, что вы там будете писать в комментариях, но в любом случае я вам благодарна. Обращаюсь с вами всем. Пока-пока.